добрый день дорогие друзья с вами анна седнева и страница правильное питание красота и сегодня наш выпуск для любителей кофе какими собственно говоря мы тоже являемся с мужем любим выпить кофейку так вот бытует разные мнения о том что кофе хорош кофе полезен и кофе вреден но мы с вами займем нейтральную позицию и поговорим как о плюсах так и минусах потому что многие кто кидается в правильное питание решают что это самая неправильная привычка вы в питании далеко не так но все-таки давайте разберемся с кофе поэтому а давайте о плюсах конечно же в нем есть плюсы в этом кофе ну конечно мы говорим только о кофе который сваренный натуральный помолотый лучше свежевыжатый лучше свежепомолотый кофе то есть не конечно это вообще никак не касается растворимого кофе в котором как про колбасу говорят что там мясо нет так вот растворим кофе даже не знаю если там зерна кофе поэтому конечно такой суррогат как растворимое кофе нужно точно навсегда вычеркнуть из своего рациона навсегда. Мы говорим только о натуральном кофе. Так вот, положительные моменты состоят в том, что кофеин, который находится в кофе, он является антиоксидантом, то есть он защищает наш мозг, он дает нам бодрости, дает нам хорошее настроение, дает нам хорошую концентрацию в определенной дозировке. Но так интересно устроено, что когда эта дозировка не выше нормы, то это все получает организм. Но если кофеина в организм поступает больше, чем необходимо, то вот эти вот все функции, они работают совсем наоборот. То есть уже нет концентрации необходимой, ну и так далее, и так далее. То есть наоборот работает, если кофеина больше, чем необходимо, поступает в организм в течение дня. Поэтому, конечно же, есть хорошие качества и в кофейне. Ну а теперь о плохом. Ну не так, чтобы о плохом, а о том, что нужно знать и предотвратить. Потому что любые наши удовольствия, они имеют свои последствия. И если вы их знаете, то, как говорится, вы постелите себе соломку и, собственно говоря, хорошо с этим справитесь. Так вот, что делает кофейн? Конечно же, он вымывает воду из клеток. Поэтому во всех продвинутых кафе всегда приносят кофе и приносят водичку. Для того, чтобы компенсировать тот дефицит, который кофе, в общем-то, вымывает из клеток. Чтобы, собственно говоря, баланс водный оставался на том же месте, как будто бы вы не пили кофе. Это первое. Второе, что более, скажем, опасно и больше мы на себе ощущаем, это то, что когда мы выпиваем кофе, как многие другие продукты и напитки, просто сегодня кофе, смещается в нашем организме кислотно-щелочной баланс в сторону кислоты. То есть так называемый PH-баланс. Много я о нем говорила. Скину ссылочку, поставлю в этой публикации. И о том, что это такое более подробно. Так вот, этот PH-баланс сдвигается в кислую среду. Соответственно, нам эта среда, нашим клеткам, она абсолютно не подходит. В этой среде, в общем-то, ферменты, гормоны, все наши биологические реакции, химические, биологические, они не могут работать, осуществляться в полной мере. Ну, на что это похоже? Давайте представим, что вы едете за рулем, у вас закончился бензин, и вы подъехали на заправку, и вместо того, чтобы заправиться там 92-м бензином, ну, вы что-то там, я не знаю, замечтались и заправили свой автомобиль дизелем. Конечно же, машина не поедет. Топливо есть? Есть. Но оно не подходит для этой машины. Точно так же в организме. Когда наша среда больше кислотная, PH, когда сдвинутый, то наши ферменты и гормоны не могут работать нормально в этой среде. Соответственно, какие-то функции не могут выполняться в полном объеме. И организм этого допустить никоим образом не может, поэтому он будет справляться. Он что-то предпримет. Если вы это не сделаете, то организм сделает сам. Каким образом он будет выравнивать этот баланс? Как он будет сдвигать его в сторону щелочи? Ну, я думаю, для вас не секрет, что в нашем организме запасов щелочей нету, но у нас есть щелочноземельные металлы, такие как кальций, магний, натрий, калий. Так вот, организм благополучно начнет вымывать кальций из наших костей для того, чтобы восстановить эту, в общем-то, нагрузку, выровнять этот PH-баланс. И он это сделает, и, в общем-то, все выровняется. То есть в крови все будет хорошо, как и раньше. Но если вы пьете одну-две кружки кофе, то, в общем-то, это нормально, будем говорить. Это нормально. Но если вы пьете больше, 3, 4, 5, 6 кружек кофе, если вы без него уже не можете, если у вас уже зависимость от этого кофе, то понятно, что вымывается большее количество кальция. Ну, где-то я прочитала такие данные, что одна кружка кофе вымывает 40-40 миллиграмм кальция. Соответственно, если у вас таких кружек 5 в день, то 200 миллиграмм кальция у вас ушло сегодня, завтра, послезавтра. А чем это грозит, когда кальция в организме меньше и меньше в каком-то определенном возрасте? Конечно, остеопорозом. И сегодня этот остеопороз процветает, и сегодня дети ломаются намного чаще. Не потому, что пьют кофе, а потому, что они едят много другой еды, которая тоже закисляет. Кофе – не самый закисляющий напиток, но, конечно же, не стоит им сильно баловаться. То есть большое количество чашек, конечно же, вымывает кальций, и это правда. Поэтому это делают и куча других продуктов, и мясо в том числе, много продуктов делают. Поэтому там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И получается, в общем-то, такая глобальная катастрофа, как остеопороз у многих женщин старше 40 лет. Уже это наблюдается, у многих уже стоит этот диагноз. У кого-то начальная стадия, у кого-то нет. Поэтому я за удовольствие, я за кофе, если вы любите его. Но то, что вы должны понимать, что чтобы убрать последствия кофе, вам нужно что? Вам нужна водичка, вам нужно обязательно увеличивать, значит, количество воды, суточная норма, не так, как у всех, а больше. Ну, кстати, чай точно так же содержит кофеин, просто в меньшей мере, ну, может быть, раза в 2, там, в 2,5 меньше кофеина у него содержится. Но он также кофейно содержащий напиток. Вот, поэтому должна быть обязательно водичка, в каждой кружке кофе дополнительно кружка воды. Лучше, чтобы это было что-то щелочное. То есть у нас должно быть щелочное питание и вода, чтобы кальций из организма не вымывался. Вот, поэтому первое – это вода, желательно щелочная. Второе – если вы любитель кофе, то вы должны использовать внутрь дополнительно кальций. Иначе вашим костям придет хана с годами. То есть кальций очень сильно будет вымываться. Особенно это у женщин, это вообще в климатерический период сильно очень нарушено это. Поэтому обязательно нужно использовать в свой рацион кальциевые продукты дополнительно. Какие это продукты? Ну, однозначно, если мы говорим о покупных кальциевых продуктах, то должна быть самая лучшая усваиваемая форма. Это должен быть не карбонат, не глюканат, не цитрат. То есть это все, мы будем говорить грубо, как мертвому припарке. Это очень и очень слабые формы кальция. То есть вы их кушаете, а кальция почти не получаете. Есть самые усваиваемые формы кальция – это хилатный. Поэтому это лучший вариант. Ну, вы можете сказать, слушайте, зачем мне вообще есть, покупать как-то кальций, да? То есть я могу есть его в еде. Возможно, возможно. Вот я за себя могу точно сказать, что я не доедаю. Возможно, вы доедаете. Давайте посмотрим. Я предлагаю в следующий раз, в следующий понедельник, мы посчитаем, сколько лично вы, лично вы, кушаете в день кальция, насколько вы восполняете дефицит, который необходим восполнять в каждом дне. Поэтому я предлагаю для тех, кто хочет посмотреть, сколько лично вы съедаете кальция в каждом дне, я это посчитаю на нашем эфире, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой публикации свое меню за один день. Свое меню. Ну, только подробно. То есть если я кушала, например, ну, завтрак у меня, там, овсянка, например, 150 грамм, банан, там, 200 грамм, или там, что у вас еще могло быть, ну, там, орехов, например, 50 грамм, да? Точно так же обед, там, ну, например, там, картошка, там, 200 грамм, плюс мясо 100 грамм, плюс салат в граммах, да, чтобы можно было на что-то опереться, потому что считать на глаз я не могу. Поэтому кто напишет свой рацион за один день полностью, я посчитаю, сколько кальция вы съедаете за один день. И мы посмотрим, насколько вы компенсируете минерал этот в своем организме и как скоро вам грозит остеопороз или не грозит остеопороз. Ну, на этом заканчиваем. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»